Ядовитые рыбы-драконы атакуют. В Одессе люди подвергаются нападениям токсичных рыб. Купаться опасно. Рыбы-драконы караулят купальщиков. Примерно такими заголовками пестрит одесское интернет-пространство. Но эти слухи не просто выдумки журналистов. Ядовитые рыбы открыли счет своим жертвам. Первым стал пенсионер-рыбак Сергей Кацуба. Чтобы поймать морского дракона никогда не приходилось. Поймался он, как говорится, золотая рыбка попалась в первый раз. Но золотая рыбка оказалась не такой хорошей, как хотелось бы пенсионеру. Вначале рыбак принял свой трофей за обыкновенного черноморского бычка. Но внезапно рыба выставила шипы и уколола мужчину. Она крутилась и перламутровая, и белая брюшка. Мне показалось, что это был кнутик. Небольшой кнутик, вот такой же длины. Вот такая рыбка была. В общем-то, на это я среагировал. Хорошо, что я моментально их хватанул сильно. Я только приподнес, она успела трепыхнуться в руке и дважды наколоть меня в руку. Я ее не взял. Она только трепыхнулась и наколола уже дважды два раза меня в руку. Уколотая рука начала стремительно распухать. Тело рыбака окутало боль. Тогда мужчина принимает единственно верное решение – отсосать яд из раны. В момент накола, когда вы помните, я очень хорошо высосал раны, в которые попали шипы этого дракона. Видимо, яд, который находился в этих ранах, был удален оттуда. За счет нажатия отсоса. После этого мужчина немежко отправился в больницу. Там ему сделали несколько прививок и промыли рану. На то, чтобы полностью убрать последствия двух небольших уколов, понадобилось почти две недели. Так что это за необычная рыба-дракон? Специалисты говорят, это один из самых опасных обитателей Черного моря. Это одна из самых ядовитых рыб Черного моря. Встречается не только в Черном море, но и по всему Средиземному. Может вызвать паралич. В редких случаях может вызвать смерть человека. Сила яда зависит от сезона, от физиологического состояния рыбы. Слухи о нападении ядовитых рыб уже распространились и по городским пляжам. Они зарываются в песок. Если наступить, то не то, что умереть, в принципе, не заболеть. То есть надо срочно в больницу, но не умереть. Это я точно знаю. Но у нас здесь раньше не было этого. Есть такая рыбка причудливая в Черном море. Бывали случаи, что на нее наступаешь, потом идет загнивание и сильная опухоль. Нужно ходить осторожно. Тем более, что сейчас экология нашего моря чуть подочистилась. И в этой живности больше появилась ядовитая и всякая безобразная. А другие отдыхающие, особенно дети, вообще остерегаются заходить в воду. Я боюсь рыб вообще. Они такие скользкие. Ну а есть и такие, кому ядовитые рыбы нипочем. Особенно туристам с севера, где моря нет. Нет, не страшно. В свою очередь специалисты говорят, к уколу рыбы дракона надо относиться серьезно. Нужно тут же обратиться к врачу. Также не лишним будет оказать первую помощь. Дело в том, что яд рыбы дракона не переносит колебания температур. Поэтому пораженное место нужно опустить в горячую или, наоборот, в холодную воду. Это либо помещение укушенного места в горячую воду, там от 5 до 10 минут, либо, наоборот, в ледяную воду. Но перед этим, если пользоваться ледяной водой, надо наложить лигатуру и вначале, ну, повязку плотную, выше места укуса и поместить руку, допустим, на 5, даже не на 5, на полчаса в ледяную воду. Потом снять эту лигатуру и оставить еще на час, на два в воде. Но одна из самых лучших рекомендаций – купаться только на людных пляжах. Рыба дракон любит тишину и поэтому сторонится галдежа и шума. Руслан Самищук, Константин Бужневский, телекомпания АТВ.